Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая студия плюс бизнес». Сегодня мы говорим о рыбе, а в гостях у нас Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна. Здравствуйте, Валентин Валентинович! Несколько слов об ассоциации. Я знаю, что она не так давно была создана, и вы не так давно ее возглавили. Какое сейчас самочувствие, о чем в кулуарах говорят рыбаки, и с какими витринными мельницами они в очередной раз сражаются? Ну, ассоциации мы в мае месяце будем уже отмечать первый год. Но все равно новички, ассоциаций много было всяких, и все всегда сражаются за что-то, но вот с переменным успехом. Какая необходимость-то была? Объединить несколько бассейнов? То есть, таким образом сделать вот это лобби сильнее? Ассоциация была создана по одной простой причине, что осталось 36 месяцев, 3 года, до очередного перезаключения договоров правопользования водными ресурсами. И мы видим, что есть желание у некоторых сил, как федерального уровня, регионального уровня, переделить все, отобрать и поделить заново. Поэтому рыбаки Архангельской области, Мурманской области, Республики Карелия и Немецкого автономного округа образовали такую усиленную организацию, которая достаточно активно сегодня работает в Москве для отстаивания интересов рыбаков Северного бассейна. Ну и самая главная наша работа заключается в подготовке нормативно-прорывных документов, касающихся рыболовства. Ну а популярно, что сейчас необходимо рыбакам для полного счастья Северного бассейна? Что не хватает? Ну, как в известном фильме сказал один герой, стабильности нет. Ну, это всем хотелось бы стабильности, конечно. Рыбаки рады назначению нового министра сельского хозяйства. Как вы думаете, вы сработаете с ним? Мы надеемся. Вот его компетенции хватает, чтобы еще и рыбой заниматься. У него хороший опыт, большой опыт руководства огромным регионом, достаточно разнообразным во всех отношениях. И по стилистике он лично на меня поразует хорошее впечатление, как руководитель. Он нормально говорит, он отвечает на вопросы, он ставит вопросы. Ну, он какой-то земной человек. И я думаю, что мы надеемся, у нас получится работа с ним. Но он еще буквально несколько недель, как приступил к исполнению своих обязанностей. Насколько я вижу, до рыбы у него еще руки не дошли. Все-таки сельское хозяйство – это огромный сектор экономики. Хорошо, у него не дошли, но я смотрю, у ветеринаров, причем у наших местных заполярных, руки дошли до рыбы, а точнее, которая выращивается в садках, до аквакультуры. Объясните, пожалуйста, что это за правило содержания и выращивания объектов аквакультуры, садковых, индустриальных и рыбоводных хозяйств на территории Мурманской области? Это наше ноу-хау? И чем это чревато для тех, кто работает в этой отрасли? Ну, стопроцентно это ноу-хау, но не наше с вами. Это ноу-хау того, кто предлагает. Значит, сейчас аквакультуре уделяется очень много внимания и на федеральном уровне, и в регионах. Ну, как же сейчас у нас модное слово импортозамещение, да еще оказалось, что она тут сама растет, это заполярье там, я не знаю, не индюшек разводить. Понимаете, какая вещь, так и просится в воспоминаниях вот этот пример, когда нас убеждали в том, что нельзя есть свежеохлажденную рыбу, гельминты и так далее, и так далее. И в те годы, это где-то года 4 назад, возникал вопрос, такое ощущение, что с нами разговаривают как с детьми. То есть, а то население не знает, что рыбу вообще-то надо варить, жарить или еще подвергать какой-то термической обработке. Все-таки мы не японцы и не привыкли есть в сыром виде рыбу. И инициаторы были те же, что сейчас предлагают очередное правило. Слава Богу, тогда мы убедили коллег-контролеров, что это неправильная посылка вопроса, что свежеохлажденную рыбу население имеет право введить в магазинах и покупать. И сегодня вообще вопрос снят с повестки дня. Но так как в области развивается аквакультура достаточно быстро, сегодня предлагаются вот эти правила. А зачем? Они же как бы государевые люди, они должны в интересах государства. Государство говорит, нам нужно импортное замещение, нам нужно развивать сельскохозяйство в том числе. Но поскольку аквакультура, я понимаю, все туда, в Минсельхоз, вот она. Ну, я бы тут поправил немножко, все-таки и государевые люди в первую очередь должны думать не об интересах государства, а об интересах народа. А, да. Вот сюда были основы главные. Да, они, конечно, получают заработную плату в государственных структурах, но вообще, когда предлагаются какие-то новеллы, как теперь говорят, необходимо бы видеть, как это отразится на, ну, в данном случае, на малом и среднем бизнесе, который вслед за крупными компаниями, ну, уж назову там, русское море, русский лосось, который у нас выращивают десятками тысяч тонн. И, слава Богу, и, дай им Богу, удачи и здоровья, сейчас в Мурманской области еще десятки малых и средних предприятий настроились выращивать форель, значит, другие виды рыбы. И предлагать новый порядок организации, фактически, этого бизнеса, органу, который занимается контролем в области ветеринарии. Ну, например, вот на пальце, давайте объясним. Несколько удивляет, потому что, ну, а уполномоченные ли они вообще ставить вопрос так и чего-то регулировать, на наш взгляд, вот это совершенно неубедительно. То есть, вы считаете, что они настолько не имеют право, что даже нет смысла обсуждать их предложение. Давайте все-таки попробуем разобраться, в чем они хотят усложнить жизнь наших фермеров, так скажем. Можно их фермерами назвать, кстати, те, кто разводит в садках рыбам? Можно, конечно. Можно и фермерами их назвать, тем более, что рыбоводство является подотраслью сельского хозяйства. Представьте себе, если у нас каждая губерния и каждая деревня будет издавать свой порядок ведения бизнеса в рыбоводстве. А что говорит антимонопольная служба, если доказалось, что вот тут-то она стоит в защите. Я думаю, что антимонопольная служба еще пока не может что-либо говорить, по той самой причине, что еще документ не издан. А, то есть вы начали уже обсуждение на уровне черновиков каких-то, чтобы эта химера не родилась и, в принципе, не получила свое развитие. Да, и, кстати говоря, у меня была встреча с руководителем комитета по рыболовству, комитету по рыбохозяйственному комплексу Мурманской области. И я обратил внимание на то, что в конце концов именно этот комитет отвечает за рост производства рыбы в аквакультуре. Ну, я так понимаю, что у чиновников это особый предмет гордости в Заполяре, потому что отрасль развивается и показывает свои результаты, и есть чем гордиться. Конечно, и по праву есть чем гордиться, потому что именно администрация Мурманской области много лет подряд делала все возможное. У нас и программа есть региональная, насколько я понимаю. Да, выделяла, соответственно, в установленном законном порядке участки. И сегодня мы имеем порядка 25 тысяч тонн атлантического лосося. В садках ежегодно вынимается десяток тысяч тонн этой рыбы. Плохо, конечно, что эта рыба не поступает на рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области. И мы тоже обращали внимание соответствующих органов исполнительной власти на этот вопрос, что надо бы, наверное, спросить тех, кто выращивает уже такие количества рыбы. Ну, я не знаю, мы снимали на Мирске аквотехнологии, они клялись и божились, что, по крайней мере, перед Рождеством и на Новый год, вся выращенная рыба пошла на прилавки магазинов охлажденные, и они в Москву не отправляли в форезни. Практически весь малый и средний бизнес, который занимается выращиванием форели, все ее реализовывает либо в Мурманской области, либо где-то в ближайших областях. Я все против гигантомании. Мне очень нравятся люди, создавшие рабочее место себе и еще какому-то кругу людей. Мне кажется, их и надо поддерживать. Ну, для этого в том числе и существует и наша ассоциация, которая объединяет... Ага, то есть они сейчас входят к вам. То есть я так понимаю, что прибрежные рыбопромышленники приняли в свои объятия предприятия аквакультуры. Но вы же можете сравнить, поскольку вы объединяете промышленников северного бассейна, соответственно, вы видите, как обстоят дела в Карелии, соседние, как обстоят в Мурманской области. И как же? В Карелии практически отсутствуют проблемы отношений между органами сплетной власти и предприятиями аквакультуры. Я знаю, что там уже тесно. Их настолько бурно расплодились, что, по крайней мере, извините, я поскольку снимала это предприятие, постоянно апеллирую к норвежским акватехнологиям. Там и рыбовод главный, и сотрудники, это команда Карелов, которые со своими руками, со своим опытом приехали делиться, передавать. И говорят, у вас рыба лучше растет. Она такая как-то нагуленная, северная, красивая. И у вас просторы еще не так тесно. Мы локтями не распихиваем друг друга. А уже в Карелии все вот эти вот водоемы, озера просто все на головах сидят. Благодаря тому, что благоприятные для них условия созданы. А мы велосипед изобретаем. У них налажен диалог в известном смысле, в хорошем смысле, в установленном законном порядке, налажен диалог между бизнесом аквакультуры и органами исполнительной власти. У них нет проблем. И никто никого там не пытается защемить, унизить или загнать куда-то в приемную. Мне кажется, если вы громко будете об этом заявлять, если мы будем вот так с голубых экранов об этом широко говорить, я не верю, что наше правительство даст в обиду тех, кто занимается товарным выращиванием. Да я уверен в этом, конечно. И тогда возникает вопрос, для чего все это делается, кто инициатор? Ну, и кто же инициатор? Для чего это делается? Ну, я думаю, что, наверное, есть какие-то силы, которые... Понимаете, какая вещь? Значит, толчок о культуре, вот такой нормативной, государственной, был дан буквально год назад. Очень быстро создали нормативную правовую базу. Но до этого-то жизнь была? Вот вопрос, как же до этого-то? У нас первое хозяйство, если я память не изменяется, гиганта печенга, появилось в 2002 году. Конечно, Ленахамаре, да? 2002 год, Ленахамаре. Да, Андрей Ложков, я его называю, как дед Семен в Мурманске, вот он у нас, дед Семен в аквакультуре. Вот он тогда начинал это хозяйство в 2002 году. Потом появилось еще ряд хозяйств. Русское море и Балтийский берег, или там русский лосось еще. Значит, очень много предприятий на внутренних водоемах. Но как-то же все это жило без всякого порядка. Зачем порядок-то нужен? Вопрос просто банальный такой, чисто человеческий. Мне вот интересно, а вот скажите, вот те, кто занимается выращиванием свиней, у них вот тоже, да, вот четко там, не знаю, периметр, высота, ограды, там. Ну, вы знаете, я не люблю говорить о том, что... Хотя, слушайте, мне тоже жаловались. Да-да-да, я вспоминаю, тут на радио у нас был эфир, и фермеры жаловались на какие-то, прости меня, господи, идиотские просто предписания, которые мешают им жить и развиваться. Со скрипом, со скрипом система сдает, как бы, свои позиции. Ну, это же, это же как интересно прийти, померить рулеточкой, как бы, выше, ниже, да, написать протокол об административном правонарушении, потом штраф, положить это в отчет, получить премию, ну, ответить на вопрос, а зачем вы нужны? Ну, как, вот, посмотрите, видите, у нас, как... Это все понятно, но многие вещи из этих явлений абсолютно неправильные, даже вредные. Так можете, на вскидку, цифрами поделиться, в каком состоянии сейчас у нас товарное выращивание лососевых, по крайней мере, вот, что у нас происходит? Ну, лососевых у нас, вот, по настоящее время в садках, в воде, 25 тысяч тонн. Ну, в двух основных хозяйствах, здесь русское море и русский лосось. Значит, там, ежегодно каждый из них достает из садка и увозит уже, соответственно, на фабрики или в торговлю порядка, там, 5-7 тысяч тонн. А вот мелкие игроки, как быстро прирастает их число? Какая прогрессия у нас наметилась? Сейчас будет просто бум, я другого слова не подберу. В комитете по рыбохозяйственному комплексу Мурманской области лежит там несколько десятков заявок. А, так, может быть, в этом и кроется ответ на наш вопрос? Конечно, конечно. Что таким образом можно будет через сито просеивать, отсеивать неугодных игроков. Ну, я не буду тут, так сказать... Можно вообще применить слово «неугодные игроки» к рынку. Заниматься конспирологией, вот, еще раз говорю, это есть кому там заниматься. Вот, я лишь говорю о том, что десятки заявок на различные рыбоводные участки. Какие-то участки уже есть, каких-то участков еще нет. И, естественно, могут возникать у кого-то желания, значит, либо у существующих на воде предприятий, не пустить кого-то на воду. Либо, может быть, какие-то там, так сказать, представители государственных органов управления там хотят поизгаляться над ситуацией. Поэтому и придумываются какие-то идеи, там, садок от садка там не ближе километра или там 5 километров. Ну, понимаете, возникает вопрос, откуда вообще, с какого неба, с какого облака берем? Кто-то говорит «Санпин». Ну, подождите, ну, давайте посмотрим Санпин, что. Вот, а сейчас почему вот его не исполняли там 12 лет, да? Вроде же никто не умер, рыба здоровая, да? Значит, может, Санпин неправильный. Кто-то говорит «А вот мы взяли опыт норвежцев». Ну, подождите. А норвежцы не с нами духа, что их такой опыт есть. Мы, во-первых, не живем по норвежскому законодательству, мы живем по российскому законодательству. Во-вторых, ну, норвежцев фиорды там берег от берега порой не видать. А почему нельзя, например, нам на реке Тулома или на каком-нибудь озере большом разместиться там 3-м или 4-м или даже 5-ти предприятиям? Воды достаточно, работайте, конкурируйте. Но у тех, кто уже стоит на воде, может возникать желание не пустить больше на нее никого. Может такое желание возникнуть. Разные мотивы бывают. Но, как я говорю, по крайней мере мы, как ассоциация, не позволим никакой коммерческой структуре, как хвост собакой, вилять различными органами госуправления и тем более надзорно-контрольными структурами. А на самом деле, ну, есть некоторые, так сказать, примеры, уже попыток, на наш взгляд, значит, таких явлений. Как я говорю, все, вот этот вопрос разделения и определения рыбоводных участков пришел в ту область, когда все, пора всплывать. Вот когда-то это было все там, где-то под водой. Где-то в каких-то кабинетах кто-то что-то придумывал. Потом все удивлялись, узнали, ах, ах, вот тот первый участок появился. Ох, ох, а теперь у кого-то. Все, эти времена прошли. Сейчас все, пора всплывать. Все открыто. Создается комиссия в Комитете по рыбопромышленному комплексу по определению границ в рыбопромышленных участках. Мы также планируем работать в этой комиссии. И комиссия совершенно прозрачна. В ней и представители глав муниципальных образований, и общественные организации, и областные чиновники. Все будет открыто. И все будет так, как положено. И никакой слабой деятельности с использованием каких-то подозрительных инструментариев в виде порядков, положений, правил, там, где какая сетка, какой материал, какой-то. Ничего этого не будет. Я просто уверяю. В конце концов, у нас есть представитель по защите прав предпринимателей. Я уже испугалась сейчас сказать. В конце концов, у нас есть Народный фронт во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. Но, кстати, это тоже пища для разрешения. У нас есть господин Мораль, который представляет интересы бизнеса. У него тоже достаточно полномочия серьезные для, по крайней мере, постановки вопроса на областном уровне. Но однозначно, что ситуация развития на новом витке вот этих десятков предприятий, которые сейчас заявились на аквакультуру, она не будет проходить тайно где-то в каком-то тумане или под водой. Она будет вся прозрачна. Потому что мы знаем, что рыба в мутной воде не водится. И если сейчас этот вопрос не решить, не будет у нас никакого прироста товарного вращения лососиков. Я так понимаю, что все равно, правда, на вашей стороне и зеленый свет, и развитие аквакультуры включили. И раз сегодня руководитель Росрыбовства Шостаков совещание проводит, и предлагается создать еще одну общественную организацию, такую надстройку над существующими, это ассоциации как раз тех, кто занимается аквакультурой. Да, ведь аквакультура, она не появилась вчера. Аквакультура была и в 60-е годы, и в 70-е. В основном она развивалась в теплых краях Советского Союза, Российской Федерации. Это Кубань, это Ставрополь, это Центральная Россия. Фактически при каждом колхозе-совхозе были какие-то пруды, где выращивают карпа, толстолобика и другие виды. Сегодня этих предприятий очень много, их сотни. А сейчас еще марикультура начала развиваться. Вот мы имеем в Ленахамарии два предприятия мощнейших. У нас есть Дальний Восток, они тоже имеют огромные планы по развитию выращивания МИДИ, других видов водных биоресурсов. Значит, вот новые предприятия, они сейчас обсуждают вопрос создания своей ассоциации, но уже всероссийской. Потому что понимают, что поодиночке сложно бороться порой с каким-то таким, с одной стороны, безразличием чиновников, с другой стороны, незнанием, с третьей стороны, желанием чего-то вот там вкрутить какую-нибудь бяку в бумаге, чтобы там очередь в приемной стояла, чтобы... Ну, потому что все понимают, что... Приведу пример просто. Вот сейчас начинается лето. Лето – это период зарыбления. То есть привозят малька, выливают его, значит, его надо кормить и так далее. Вот на этот процесс обязательно должны приехать надзорно-контрольные люди. Вот так сегодня выстроено. Наверное, в этом есть какая-то правда. Я не собираюсь подвергать сомнению. Но когда люди говорят, мы через неделю собираем зарабляться, а им отвечают, а мы через неделю к вам не можем приехать. Как талончик в поликлинику. Мы вам приедем через три недели. Люди говорят, подождите, подождите, но лет закончится в Мурманске через три недели. А у нас нет людей. А у нас вот такой план. Но это не порядок, это ненормально. То есть кто для кого вообще предназначен. И мы будем убеждать, что это не власть, это вернее не бизнес для власти, а наоборот, власть для бизнеса. Все наоборот. И те представители органов власти и надзора контроля, которые полагают иначе, мы будем поправлять. Если надо, и Народный фронт попросим. А мы будем освещать. Спасибо большое, что вы были у нас. Время нашей программы подошло к концу. Встретимся ровно через неделю на канале Архитект ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова